добрый день дорогие друзья и подписчики его канала в этом видео хочу вам рассказать и показать рассказать для чего нужно открывать канал для чего нужно закрывать канала и как это сделать как открыть канал и как закрыть так вот это мой канал технический и я вам на нем покажу как его открытие на счет он пока у меня закрыть и чего нужно допустим вы завели канал начали сбрасывать видео получается если у вас закрыт канал соответственно люди на вас не подписываются я имею ввиду те которые в заимщики потому что на закрытом канале набрать целевую аудиторию и 44 тысячи часов просмотра и тысячу друзей это ну нереально просто нереально это надо вас чтобы контентом настолько профессионально был ну как правило все мы начинаем с нуля и все мы новички и поэтому соответственно что нереально без заимок нереально это все набрать поэтому его нужно открыть потому что на вас просто-напросто не будут подписываться такое слово заимщик это ты мне я тебе если тебе что-то на тебя подписываются а ты не подписываешься то в ответ то соответственно тебя отпишутся потому что проверить допустим подписку это легко во первых когда вот заходите на главную страницу вот допустим здесь открыто сколько у вас подписчик а во вторых нажимаете на каналы и у вас вот здесь должны показаться это мои каналы которые я отдельно в интересное в интересное в интересное загрузил и поэтому они соответственно здесь у вас пусто этот к человек который на вас подписывается он себя не видит то вы на него подписаны и соответственно он может отписаться для этого эту картинку нужно открыть потому что видите здесь вот пусто а на самом деле посмотрим на самом деле еще можно подписчики посмотреть на кого я подписан вот здесь творческая студия на главной и новые подписчики а вот смотрите видите сколько людей я подписан а они не здесь не отображаются на канале не отображаются и сейчас мы здесь меня ничего нету сейчас мы будем открывать как это делать во первых чтобы открыть показать моё число подписчиков вот здесь вот только на меня подписано это мы заходим в творческую студию нажимаем настройки так так канал расширенные настройки вот число подписчиков показывать количество подписчиков на канале его можно ставить можно не ставить но как правило если уже открывать полностью я считаю что его можно тоже открыть ставим галочку и сохранить заходим на главную перезагружаем и как видите у меня выскочило 26 человек подписаны на мой канал так теперь дальше на главной странице не на творческой студии а на главной странице спускаемся вниз до настроек вот на стройке шестеренка такая нажимаем на нее и выбираем графу конфиденциальность вот она нажимаем тоже на нее и видите вот эти две галочки они у меня открыты не показывать информацию о сохраненных плейлистах это вот не видит ваших плейлистов не показывать информацию о моих подписчиков вот они включены и нам их нужно выключить мы их выключаем соответственно выходим назад заходим так перед загрузим и смотрите в каналах уже есть подписчики вот видите и те люди которые на меня подписались они зайдут и как бы проверят подписан я на них или не подписан случайно зашел на канал и вене вот вы видите и они себя увидят соответственно все как бы заимочка прошла да получается без заимки набрать тысячу четыре тысячи часов это очень сложно но вы понимаете как только вы дойдете до монетизации поддержать эту монетизацию заимщики какие бы они хорошие друзья не были они все равно не будут до конца просматривать ваши ролики добросовестно и как бы вы не будете в ответку заходить к ним и просматривать их потому что ну это нереально это сложно представляете когда тысячу подписчиков вам зашли в день там человек 150 и вы в ответ должны к ним зайти соответственно вы уже заходить не будете и поэтому к концу это все припадается как только вы набираете это все начнет идти на спад соответственно вам надо целевую аудиторию набирать когда это лучше сделать ну я считаю это лично мое мнение у меня есть основной канал и сейчас я зайду покажу вот вы видите 902 подписчика так если пройти допустим на монетизацию 902.2 2501 часы просмотра и я пришел к такому мнению что уже пора набирать целевую аудиторию так как заходя в комментарии просмотры заимщики у меня получается вот допустим 12 вот бросается видео у меня 12 просмотров но в аналитике у меня стоит что меня просмотрело 89 соответственно 12 комментариев это те которые заимщики остальные остальные кто не сделал комментарии это это уже целевая аудитория которые по мере не всегда могут оставлять комментарии потому что допустим мои же видео выходят вконтакте в однокласснике в фейсбуке и получается люди там заходя смотреть они переходят на страничку ютуба и просмотр уже не засчитывается но они не могут оставить комментарии если у них они не зарегистрированы в гугле и получается люди многие не оставляют комментарии а просмотры идут и поэтому как вот набирается целевая аудитория потихоньку я вот считаю что где-то когда вы уже будете подбираться по тысячу и минуток будет у вас где-то около трех тысяч то уже надо больше упор делать не ходить по взаимках а более упор сделать на видео на качество видео качество съемки чтобы людям интересен вам был контент потому что я даже не знаю некоторые каналы у которых по 8 по 14 по 10 тысяч подписчиков и они до сих пор не могут сорваться с целевой вытянуть целевую аудиторию ходят по взаимкам потому что ну реально понимают если они будут ходить они сразу потеряют большое количество потому что они по большей части там половина это взаимные подписки да я не говорю что в конце надо просто взять и отписаться от этих людей нет вы дружите потому что по большей части нет как говорится худо без добра и взаимные подписки те же вы находите много друзей которые делятся информацией помогают вам по каналу вы кому-то помогаете и поэтому как бы плюсы в заимках есть и получается что они помогают вам добра дойти до нужной цели но в конце всегда нужно искать целевую потому что реально сложно будет удержать как говорят что если канал на взаимках то это мертвый канал но без заимок нельзя отойти до до монетизации поэтому нужно как говорится вовремя всегда уйти уметь спрыгнуть и набирать целевую аудиторию ну на этом наше видео подошло к концу я буду прощаться оставайтесь на моем канале подписывайтесь я буду делиться с вами всей информацией которой владею я или который по мере возможности будет поступать ко мне ставьте лайки и жмите колокольчик все до новых встреч а с вами был Владимир оставайтесь с нами и будет много интересного пока пока до новых